Всем привет! У нас немножко будет о красоте. Я хочу рассказать о уходе за блондинистыми русыми, славянскими волосами в Турции на данный момент. Сейчас 2020 год. Почему я этому уделяю внимание? Потому что, наверное, не секретно для кого. Сносут всякие брюнетки девчонки местные, которые красятся в основном в блонд, которые хотят быть блондинками, жгут волосы, за ними потом ухаживают. И вот этот уход для блонда, чтобы не быть желтой, раньше было очень проблематично найти. Еще буквально 3 года назад я это все всегда привозила из России. Тут было вообще днем с огнем не сыщешь. Только можно было что-то найти, профессиональные шампуни, как, например, L'Oreal ProExpert, Электон, который 1000 рублей сейчас стоит в Ревгош или в арсенальных магазинах. Шампуни, маски. Это можно было заказать на сайте в Турции, где мы в интернете найти, на Кэпси Борода, например. И все, по сути, ничего такого. В масс-маркете, в общем доступе, чтобы ты, как в России, могла выйти, пойти купить, здесь этого не было вообще. Но буквально за последние 2 года, а вообще за вот этот последний где-то год-полтора, за год, окей, если в общем брать, эта индустрия, слава богу, стала очень хорошо развиваться. Может быть, появилось больше блондинок здесь или еще что-то, но вот эти шампуни, маски, бальзамы всякие для серого-фиолетового цвета, для волос, они здесь стали появляться более массово. Они теперь спокойно, ты можешь всегда в доступе пойти купить в магазине. Марок стала выбора хотя бы чуть больше, там в районе 5-6 каких-то фирм, которые можно найти. И ты тут проснулась, я не знаю, у тебя, о, блин, надо помыть голову, шампуньми серебряные закончился, пошла быстренько, вышла в магазин, купила и все, замечательно. Где продают эти средства? Эти средства продают в сетевых косметических магазинах, масс-маркетах, gratis, Watson, Rossmann. Есть еще ЭВэ магазин, там тоже они в принципе есть, но у меня его просто возле дома нет, я не его покупатель, я не знаю, какое там у него, скажем так, наличие каких-то товаров, да, есть. Серебряные, фиолетовые, синие эти шампуни, они здесь предназначены не только для блондинок, но и для тех, у кого синдина в волосах, кто не хочет именно желтизны. Очень часто такими шампунями и брюнеты, мужчины и брюнетки, женщины тоже пользуются здесь для того, чтобы волосы были более холодного оттенка, это же просто придавание холодного оттенка, чтобы они не были коричневыми, например, после окрашивания. То есть в принципе такая проблема здесь тоже есть, даже у темненьких, чтобы волосы были холодного тона, не были коричневого, шоколадного, теплого, со временем краска какая-то сходит. Потому что здесь и мужчины, и женщины, мужчины, хочу обратить внимание, подкрашивают волосы у парикмахеров своих, да, Я об этом отдельно в видео рассказывала. Мужчины здесь за собой хорошо ухаживают. И очень часто, если седина, это все подкрашивается черными, обычно темными цветами. Мужчины в основном здесь брюнеты, поэтому обычно темные. Это, знаете, как там воронье перо, темные цвета, красивые, очень хорошо на них смотрятся. И когда это смывается краской через пару недель, то она становится коричневатой. Это очень видно, или какие-то золотые волосинки пробиваются. Чтобы вот этого не было, парикмахеры всегда советуют, и мужчинам тоже, и женщинам покупать здесь вот такие шампуни. Может быть, поэтому эта вот индустрия, скажем так, оттеночный шампунь стала получше здесь. С этим, слава богу. Просто теперь, короче, так хочу сказать, да, когда я лечу в Россию, или кто-то ко мне летит, я уже не спрашиваю, чтобы мне привезли оттеночный шампунь, или бальзам, или маску для волос. Потому что здесь я спокойно покупаю, что самое классное, неплохого качества. И меня это масс-маркет здесь абсолютно устраивает. Ничем не отличается от того, что я профессиональное привозила из России. И хочу отметить, что до сих пор здесь можно все нахать, все города, всякий лореаль профессиональный, керостас, например, заказать все, что где серебряные линейки у профессиональных есть средства, это тоже все в интернете можно купить. Я сейчас про мосмаркет, чтобы уйти в магазин возле дома и это быстренько купить. Из последних приобретений покупала в магазине gratis, это маска для волос. Это фирма ProVogue Professional Hair Care Touch of Silver. Это прям... Так вот, надеюсь, она свечивает серебряно. Я этой фирмы никогда не знала, никогда не пользовалась. Пахнет довольно-таки приятно чем-то таким конфетно-химосным. 200 мл маски. Я ее оставляла на волосах, ну не больше пяти минут. У меня усы вообще в принципе пористые и очень хорошо тонкие. Они очень хорошо впитывают в себя и цвета, и краску, и все прочее. Поэтому я вообще-таки с средствами очень... Маски мне, короче, и бальзамы не очень подходят. Мне больше подходят шампуни для мытья, потому что они меньше задерживаются на волосах. Они дают такой эффект, убирают желтизну. И я их быстренько смываю, у меня нет вот этой синевы на волосах. Я не люблю, когда оттенки остаются. Просто саму желтизну убрали и все. Вот эта маска подольше у меня была на глазах, потому что это маска. Я хочу отметить, что после нее хорошо расчесываются волосы. И как маска, не как в плане цвета, колорирования. Она очень хорошо и как маска работает. Неплохо, короче говоря. В общем, один минус. Она не фиолетового, а синего цвета. Ну, так прям вот видно. Вот здесь синий просто оттенок. У меня волосы, знаете, это для больше темненьких, я думаю, или у кого волосы не сильно хорошо берут цвет. Вам можно и подольше это держать. Но лично у меня была такая проблема. Волосы стали немножко серые. Это для серых, короче. Для кого-то хочет серым быть. Или кто чем-то обесцветился и серого хочет. Знаете, было модно как тот год. Знаете, как Марк Ауфман с серыми волосами ходил. Вот это для серого. Для серых таких, белосерых волос. Очень холодный оттенок. И мои волосы, они, у них, знаете, желтизна, конечно, ушла. Но у них было ощущение какой-то синевы, серости в волосах. Мне вообще было ощущение, что я как будто засунула голову в машинку стиральную с черной одежды, синий. Постиралась, и у меня что-то отлиняло на мои волосы. Потом я... Вот это, кстати, помывка уже моих волос свежая. После вот этой маски я потом мыла волосы через пару дней. И не использовала вообще никакой оттеночный шампунь или что-то еще, маску. И вот оно все смылось. Вообще никаких проблем, видите, не осталось. Холодный потон остался. Желтизной практически тоже нет. Но тут у меня просто крашено все свое. Но вот на белом желтизны никакой нет, оно все осталось. Но это средство, вот это, оно дает очень хороший такой синий, грязный, серый оттенок. Это надо индивидуально подбирать. Прямо белым-белым волосам, скорее всего, не подойдет. Ну, не всем подойдет. Вот такое средство. Это магазин Watsons. Это немецкая шампунь Silver просто. Фирма Kruidvat. Я не знаю такой фирмы, короче. Это немецкая какая-то штука. Вообще, это дешевый шампунь. Я его на какую-то распродажу купила там за 15 лир, наверное, 150 рублей. А так он 300, допустим, стоит. Здесь 250 мл, это шампунь. Он мне не очень нравится. Из всего, что мне есть, я сам второй раз не куплю. Вот вам поближе покажу. Почему? Потому что он практически плохо пенится. Я его добавляю к какому-нибудь шампуне, который хорошую пену дает, к какому-то дорогому хорошему шампуню. Плохо пенится. Цвет особо желтый не убирает. Сильно не воздействует на волосы. Какое-то он сухое, ощущение плохо пенится, а у него волосы какие-то сухие. Добью, допинаю, скажем так. Второй раз покупать не буду. Из всего я бы не советовала. Но у меня есть любимый мой шампунь из масс-маркета, здесь турецкого, опять же. Вот такой. Лориаль Эльсеф, он, кстати, в России продается. Здесь. Двести миллилитров, но он у меня почему-то очень быстро заканчивается. Это тоже Color Wife Эльсеф. А это уже фиолетовый, видите, мор шампунь. Мор – это фиолетовый цвет. То есть те были синие, а это фиолетовый. Вот он мне фиолетовый оттенок больше подходит. И он вообще, честно скажу, он, видите, фиолетовый. Я не буду, что он уже палец покрасил. Они же такие, я капну где-то, потом мне стираешь порой с одежды. Если пятно, это въелось краска. Что хочу отметить о нем. Он очень сильно похож на марку, которая покупала профессиональные вот эти всякие шампуни. Очень, короче говоря, он похож очень на шампуни вот такой же фиолетовый от марки Concept в России. Она недорогая, профессиональная, мне очень волосам им подходила. Вот это реальная для него замена для концепта в Турции. Здесь только мало средства. Для меня 200 мл маловато. И он очень хорошо пенится. Мне это нравится. Его я выливаю как-то много, не знаю, он жидковатый какой-то. Но вот он, него не нужно добавлять никакой шампунь подороже, получше, чтобы пена была такая, хорошо что-то волосы умывала. Он сам индивидуально хорошо справляется со всем. Мне очень нравится. Это то единственное средство, к которому я всегда обращусь. Он мне вообще на 100% по всем параметрам очень подошел. Мне очень нравится. Вот это та замена моим российским шампунем, которые я привозила для все эти годы для тонирования волос. И когда я им пользуюсь, я всегда пользуюсь маской, либо каким-то кондиционером для волос, чтобы волосы не путались, расчесывались. И вот это уже год-полтора, это просто мой must-have. Я уже видео вроде показывала. Это DAF одноминутный суперкондиционер. То есть это маска на одну минуту на волосы. Подержите дольше. Вот, смотрите, как разделяются волосы. Волосинка к волосинке. Просто рассыпаюсь, как рожь. Обожаю. Их несколько видов. Синий, красный, зеленый. Для меня лично они работают все абсолютно одинаково. Но они типа там предназначены для чего-то разного. Для разных типов волос. Но для меня они все подходят. Они все, честно, одинаковые. Просто у них немножко разный аромат. Работают одинаково. Но вот эта зараза выливается у меня просто, как, я не знаю, тоннами. И мне вот этого тюбика здесь 170 миллилитров хватает ровно на месяц и не больше. Так что я всегда использую. Мне даже до сих пор нет никакого к нему привыкания моих волос. Никакой реакции, никакого зуда, жжения или еще чего-то. Когда ты просто регулярно пользуешься одним и тем же средством для волос, шампунь, я просто надо периодически менять. Но вот на это средство никаких реакций вообще нет. Но я и стараюсь его не наносить на корни. Я наклоняю голову вниз, когда наношу кончики, середина волос. Волосы прекрасно расчесываются. Супер, короче, средство. Я надеюсь, я была вам полезна своим видео. Для тех, кто интересуется этой темой, кто блондинки здесь в Турции. Я очень рада, что этих средств стало гораздо больше. И средства эти недорогие масс-маркета. Короче, еще я не все рассказала. Есть другие марки в других магазинах. Поэтому поищите, попробуйте. Вам что-то понравится. Но с всего я советовала начать с вот этого Эльсов. Если он вам подходит, можно другие не пробовать средства. Просто те, которые я показала, два других средства, они похуже, честно говоря, чем вот это. Если вам вот это подойдет, можно свои поиски заканчивать. Спасибо вам за внимание. Если знаете что-то, какие-то интернет-магазины с средствами для волос хорошими, для блондинок или еще чего-то, или хороший парикмахер, девочки, мне очень нужен хороший парикмахер в Стамбуле, колорист наш, желательно наш. Можно и турок, в принципе. Я нашла пару мест интересных, но просто мне туда неудобно ехать далековато. Было бы где-то в районе Бахачи-Шахира или где-то рядом, я была бы просто счастлива. Давайте контакты. Или если есть кто-то с выездом на дом, из наших, может, кто-то работает, я буду просто рада, с удовольствием. Давайте контакты. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.